Существует такая традиция среди евангельских верующих. Это, знаете, трактовка или даже исследование книги без исторического фона. Понимаете, о чем я говорю сейчас? То есть это когда трактуют Писание, делают какие-то исследования, потом, в конце концов, интерпретируют Писание, делают какие-то заключения, пишут какие-то комментарии. И в результате все, что делают, это делают на основании того, что было прочитано в самой книге, не понимая исторического ее фона, значения, когда жил Исаия, почему он это говорил, зачем он это говорил и так далее. И я хочу сказать сразу, что вот эта традиция веры без исторического фундамента, она неправильная. То есть для того, чтобы трактовать вообще любое Писание, да, Писание, любую книгу из Писания, необходимо, знаете, понимать и исторический фон обязательно. Поэтому предлагаю вам записать первое правило на сегодняшний день. Традиция веры без исторического фундамента. Традиция веры без исторического фундамента. Результат критических исследований. То есть строительства не на истории, не на факте, а на чьей-то интерпретации. Традиция веры без исторического фундамента. Результат критических исследований. То есть строительства не на истории, не на факте, а на чьей-то интерпретации. То есть о чем это говорит? В результате того, что люди истолковывают Писание без, знаете, какой-то исторической основы, без понимания того, что происходило, почему пророк это говорит именно в то время, почему Бог говорил пророку в то время, интерпретируя таким образом Писание, то есть получается, что в итоге появляются, возможно, даже целые движения какие-то, ну, веры, да, или понимание каких-то основ веры, которые не могут быть истинными. То есть они не могут быть фундаментальными. Поэтому всякое исследование, оно должно быть исследованием, связанным в действительности на том, что вы должны отбираться не только читая само Писание, но в действительности рассматривая Писание в свете именно того периода времени, в котором жил человек, который пророчествовал или который писал. Потому что очень легко, когда сегодня мы, допустим, читаем Писание и применяем его как бы к своей жизни, да, или трактуем его на основании сегодняшней жизни. И порой это выходит в какие-то определенные даже, ну, абсурды или заблуждения. Почему? Потому что пророк говорил в то время и имел на этом какое-то основание, какую-то цель. Если мы это сегодня просто бездумно применяем, допустим, к себе, притягиваем, вставляем как бы в свой какой-то исторический фон, то есть в то, что происходит вокруг нас, это порой не может не отражать в действительности истины, того, о чем говорил пророк. Но если мы видим в свете того именно времени, того периода событий, которые происходили, и мы видим, почему говорил пророк это, почему Бог говорил к нему на основании чего, да, то мы можем понимать в действительности, что сегодня мы можем применить это в свою жизнь, видя те события, которые происходили. Ну, как само говорит Писание, да, что нету ничего нового на земле, что уже было бы. Помните, да, об этом? Поэтому, на самом деле, надо рассматривать вопрос того, почему это было сказано, для чего это говорилось, и таким образом уже в свете всей этой истории, да, мы можем применять это в жизнь сегодня в нашей. И тогда это будет не просто интерпретация какая-то нашего ума, но это все-таки будет более что-то похожее или подобное тому, что будет, ну, действительно подходить за истину, скажем так. Вам понятно, о чем я говорю, да? Значит, давайте отметим несколько таких моментов. Такая тема будет называться «Природа пророческого служения». Природа пророческого служения. Как звучит на иврите пророк? Нави, совершенно верно. Можете себе это тоже пометить. Что-что? Хорошо, не надо, если вы это хорошо помните, можете не отмечать. Пророчествовать глагол, как будет звучать? Нава. Нава – это пророчествовать, это глагол. Отнови. Существует несколько мнений по поводу того, что вообще, как бы, ну, происходит, когда человек пророчествует, да? Ну, одно из таких высказываний – это то, что это говорить в состоянии экстаза. Слышали такое выражение? То есть человек, когда пророчествует, есть такое понимание, что это, ну, когда человек находится в определенном состоянии экстаза. И скажу, что, в принципе, если это говорить о том, что это всегда и постоянно, то это неправильно. Бывают такие моменты, когда в действительности человек получал откровение, или было к нему пророчество, или он пророчествовал, и Писание описывает, что в действительности он находился в состоянии экстаза. Помните такие моменты? Сам пророк Исаия, помните, находился в таком состоянии? Это книга, шестая глава. Когда он находится где? Когда он стоит перед престолом Божьим, да? И Бог говорит к нему. То есть это было состояние, вот, которое описывается научно, скажем, состоянием экстаза, да? Кто еще? В деяниях Петр на крыше дома, помните? Ну, там написано, что он был в исплении, да? Ну, это означает, что он был в состоянии вот экстаза, ну, то есть научно, как бы. Что вы говорите? Да. То есть это вот, есть такие фрагменты, когда Писание говорит о том, что в действительности пророк находился в таком состоянии. Но Писание не говорит о том, что пророк, который пророчествовал, находился постоянно в таком состоянии. Обычно это было обычное состояние, да? И человек обычно говорил. Может быть, он говорил громким голосом, или он записывал, или просто говорил. Но обычного состояния не было состоянием экстаза. Но также Писание говорит, что все-таки были такие моменты, когда человек получал откровение, будучи в состоянии экстаза. Поэтому если говорить о том, что пророчествующий человек находится в состоянии экстаза постоянно, Это неправильно. То есть это бывает, но это не является как бы обязательным состоянием человека, когда он получает откровение или когда он пророчествует. Это понятно, да? Но такое состояние вполне возможно. И об этом Писание говорит. Поэтому есть такое доктор Голдингей, который говорит, что состояние экстаза иногда сопровождает пророка. То есть он находится в экстатичности. Но здесь надо понимать, что главное это, что Бог действует в пророке и через пророка. Потому что многие люди, они делают именно акцент на то, что пророк находится в каком-то определенном состоянии, в тот или другой момент. Но что нужно важно в действительности в этом вопросе понимать, это то, что пророк он, почему пророк? Потому что Бог через него говорит и Бог через него действует. И что же все-таки такое пророчествовать? Можно дословно сказать как бы таким образом. Это провозглашать, призывать. Кто же такой пророк? Ну, я хотел бы от вас услышать. Ваше какое-то впечатление или мнение. Кто же такие пророки все-таки? Так. Еще какие-то предложения. Что еще? Есть еще какое-то предположение или мнение? Кто же все-таки такой пророк? Ну, скажем так, определенное понимание у вас присутствует, да? Хорошо, давайте запишем тогда. Ну, во-первых, или первое, это проповедники уже явленного закона. Проповедники уже явленного закона, то есть закона, который был дан через кого? Через Моисея, совершенно верно. Поэтому, знаете, часто, может быть, вы слышали, да, что любое вообще пророчество можно проверять на основании Писания. И не просто можно, а нужно проверять его на основании Писания. И если пророчество не соответствует Писанию, да, то можно ему смело не доверять вообще. Ну, и по делам пророка, да. Но, то есть, поэтому первое всегда, на что делают акцент, это то, что пророк – это проповедник уже явленного закона. Малахия 4.4 и Деяния 9 глава. Ой, Даниила 9 глава. И вот давайте попробуем прочитать это как проповедь. Ну, посмотрите на этот текст, как на проповедь. Кто-то может читать, да? Кто-то будет читать, читайте в микрофон. Ну, прочитайте вначале Малахию, да. Сейчас Валентин даст микрофон. Спасибо. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила, и уставы. И теперь Даниила 9 глава. Первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне, к Еремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением, в постей и вретящие пепли. И молился я Господу Богу моему, и исповедался и сказал, Молю Тебя, Господи Божий Великий и Дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него. И не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил к Твоему и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны на законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Сии, Свои, который изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. И ныне Господи Божий наш, изведший наш народ из земли египетской, рукой сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших, Иерусалим и народ Твой, поруганье у всех окружающих нас. И ныне, услышавший Божий наш, молитву раба Твоего и моления его, и возри светлым лицом Твоим на опустошение святилища Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о Святой Горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гаврил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить Тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний. Итак, в них не в слово, и уразумей видение. Семьдесят седьмым определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обратятся улицы и стены в трудные времена, и по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная определенная гибель постигнет опустошителя. Спасибо. Ну вот, хочу впечатление ваше по поводу прочитанной главы. Помните, я сказал, что давайте посмотрим на эту главу, да, это известная молитва, Даниил, но посмотрим на эту главу, как на проповедь. Ну вот, на что Даниил делает акцент, скажем так, в своей проповеди? На отступление народа. Это одна часть, да. От чего отступление? От закона Моисея. От закона Моисея. И посмотрите, сколько раз он повторяет эту мысль, да? Много раз он именно акцентирует внимание на то, да, он, ну, это его молитва, да, с одной стороны. Но с другой стороны, вот мы читаем это уже как пророчество, да, и посмотрите, его акцент на что? Что народ отступил от закона, из-за этого у него проблемы, и снова он говорит, что народ отступил от закона, что народ не хочет исполнять закон и так далее. Вы видите, да? То есть это один из примеров, в которых мы видим, что в действительности, то есть пророчество, оно направлено на то, чтобы говорить в первую очередь о законе Божьем. Ну, то есть я скажу, то есть пророк – это тот, который в первую очередь проповедует Слово Божие. Уже то, которое есть, уже которое существует. Понимаете, да? Иногда есть, ну, разногласия по этому поводу, и там кто-то соглашается с этим вопросом, кто-то, наоборот, акцентирует внимание, что только это в первую очередь там. Ну, есть разные мнения, да, что в отношении того, что сегодня каждый, допустим, там проповедник Слова Божьего – это уже как пророк. Есть по этому поводу разные мнения, да? Но в целом я хочу сказать, что идея действительности существует этого, понимание того, что если вы проповедуете Слово Божье, уже даже которое было пророчественное раньше, да, оно есть записанное, то вы уже выступаете как в роли пророка, да? Мы сказали, пророк – это кто? Тот, который провозглашает и призывает, да? А что он провозглашает? Слово Божье. И здесь в действительности нужно понимать, что это Слово, которое и записано, да, и которое человек, этот пророк, может получить вдруг от Бога, там, в данную минуту, да? Поэтому нужно относиться очень серьезно. И каждый из вас, проповедующий Слово Божье, занимает эту позицию пророка для людей мира, в первую очередь. Вы понимаете, да? Провозглашая им Слово Божье. Второе в отношении того, кто же такой пророк. Значит, волей и откровением Божьим пророки действительно были предсказателями будущих событий. Волей и откровением Божьим пророки действительно были предсказателями будущих событий. Волей и откровением Божьим пророки действительно были предсказателями будущих событий. Мы перерыв как будем? Хорошо. Хорошо. Ну, ты скажешь, да, когда там что-то. Это говорит о чем? Это говорит о том, что кроме того, что пророки проповедовали Слово Божье уже, которое существовало, да? Ну, в данном случае у них существовал закон, да, Моисеев. Кроме этого, они проповедовали что? То, что получали от Бога, да? И это могло быть на сегодняшний день. Это могло быть пророчество на завтрашний день. И это могло быть пророчество на далекое будущее. Поэтому пророкам Божьим нужно относиться, знаете, не, как это называют, или нет, извините, я забыл. Ну, которые, вот, гадалки, как они еще называют? А? Прорицатели, да, вот. Хотя иногда даже, если я не ошибаюсь, встречается иногда, что, да, о пророке видится как о прорицателе. Но мы не должны относиться к пророку, как к прорицателю. Прозорлеец. Понимаете, да? То есть, если Бог через него говорит и открывает ему на сегодняшний день, на завтрашний день, и он может ему открывать недалекое будущее. Это для, ну, для пророческого служения это реальность. Поэтому, когда Бог открывает, да, пророкам действительно, то есть, предсказание будущих событий, скажем так, в первую очередь, это чаще всего связано с чем? Это связано либо с будущим судом, либо с милостью Божьей, да, с его прощением, да. Иногда пророки говорят о чем? Что вы отошли от Господа, да, из-за этого следует Божий суд. Если вы там покаетесь, то в результате вашего покаяния будет милость Божьей. Чаще всего, вот, пророчество, оно как бы вот таким образом связано, да. Оно говорит либо о грядущем суде, либо о грядущем прощении и милости Божьей. Еще пророков можно назвать, как духовных надзирателей над народом. Пророки – это духовные надзиратели над народом. Защитники теократии. Теократии. Вы знаете, что такое теократия? Или по-другому можно их назвать – дипломаты от Бога. Ну, можете в этом же пункте записать, можете как в следующий пункт. Это как, ну, я даю больше каких-то определений для того, чтобы было понятно, кем вообще были пророки. Дипломаты от Бога. Понятно, да? Почему они были дипломатами от Бога? Они представляли Бога, да? И пытались установить эти отношения между Богом и людьми. Они просили народ не отходить от поклонения Богу Авраама и Схаака Якова. Вопросы есть по поводу того, что мы как-то говорили? Пока нет вопросов? Ну, понятно, что я говорю? Ну, просто мне важно, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Хорошо, тогда перерыв. Сколько там? Пять минут? Хорошо. Звучит меня. Хорошо. Продолжение следует...